Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Сегодня, после сбора донатора, наконец-то вышла в общий доступ новая карта от Дэн Бен. Карта Заря. Поэтому без долгих прелюдий предлагаю, друзья, прогуляться по этой карте и заценить новый проект этого мастодонта картостроения. Продолжение следует... Для начала поглядим, друзья, на карту. Она, в общем-то, размером 2х2 стандартная карта и выполнена для удобства игроков в стандартном раскладе, удобном формате, поэтому новички не потеряются точно на этой карте. Все весьма доступно. На карте представлены как большие поля, ну, большие относительно для этой карты, стоимостью и 600, и 500 тысяч, и поменьше. Кроме того, представлены участки здесь для застройки, поля огородного такого типа, для любителей, что называется, поколымить на соседей. Естественно, представлены лесные угодья, то есть всего вдоволь, чтобы вы могли, друзья, как поработать на удобных для вас полях, так и прикупить участок для постройки своих объектов, ну и кое-какие участки, где уже кое-что для вас построено. Сейчас всевозможные хранилища, поэтому можете прогуляться по карте и сами посмотреть, где вам удобнее разместиться. А стартуем мы, друзья, в администрации совхоза Заря. Здесь у нас, друзья, есть возможность прогуляться по нескольким отделам, например, отдел снабжения. Снабдят ли нас эти красотки? Ну да, наверное, только техникой снабдят. Здесь у нас находится, друзья, точка фермерского магазина. Здесь мы можем покупать все, что нам нужно. И необходимая техника появится на площадке перед администрацией. Мы туда сейчас как раз выйдем. Заодно заглянем в раздевалку. Вот это еще одна дверка, в которую можно заглянуть. Здесь у нас, друзья, кстати говоря, находится один из коллекционных предметов. Естественно, забираем его тут же с собой. Получаем десяточку в копилочку. Ну и есть тут еще другие двери. Правда, не зайти к ним, особенно к директору. Хотелось бы, конечно, с ним поговорить по душам, обсудить планы развития совхоза, но, к сожалению, не судьба. Поэтому пойдем, друзья, сразу во дворик. И оценим общее, друзья, состояние дела. А все здесь очень круто. Ну, круто для тех, кто любит такое, что называется, постсоветскую романтику. Огромная просто территория. Вот мы сейчас находимся возле автомастерской. Она просто шикарная. Туда можно загонять комбайды, все что угодно. И спокойненько, друзья, чинить. Места более чем достаточно. Помимо, конечно же, автомастерской. Расположены на территории всевозможные гаражи, где можно разместить свою технику. Просто открытая площадка, где при желании можно поставить какие-то навесы, какие вам хочется. В общем, развернуться можно на территории совхоза на широкую ногу. Техники можно сильно очень много сюда нагнать. Так что проблем, думается, не будет с размещением техники. Кроме того, пониже находятся, друзья, еще один ангарчик. Он, конечно, больше по своему виду похож на такой зерноток, куда обычно, где хранят зерно до момента продажи фермера. Вот, пожалуйста, открываем его. Вот такое вот здание чистенькое. Ну и, само собой, заправочка. Конечно же, колоритная. Рядом у нас еще одна площадка под строительство. Как я уже сказал, здесь очень много маленьких участков, друзья, где вы можете размещать свои объекты. Ну, заправка, естественно, выполнена а-ля королева бензоколонки. Здорово, конечно, смотрится. Очень колоритненько. Ну и, само собой, несколько, друзья, выездов. Один из них необходимо открывать ручную. Вот этот самый. Другой возле администрации. Там есть специальная кнопочка для автоматического открытия ворот. Перемещаемся, друзья, дальше по деревне. Вот здесь на триггере ферма находится наш дом, где мы будем пропускать время, спать. Такая вот трехэтажечка колоритненькая, конечно же. Потрепанная временем. Ну, что поделать. Это такая история знакомая. На картах Денбена всегда время несколько застыло. Где-то там в постперестроечные времена, естественно, колорит вот такой прям постсоветский, как я уже сказал. Сейчас мы походим к еще одной точке, друзья. Это одна из многих точек продаж здесь. Магазин Сильпо с колоритной вывеской. Пожалуйста, Эль выполнен в форме семейных трусов. Все очень симпатичненько, друзья. И вкусненько, что уж говорить. Сами все видите. Много таких авторских своих объектов небольших, добавляющих атмосферности этому месту. Ну и давайте быстренько переместимся в верновую мельницу, которая находится прямо рядом, в общем-то, с нашей фермой. Вот такой вот огромнейший, друзья, объект, где мы можем продавать свою продукцию зерновую. Ну и, соответственно, мы этому объекту, естественно, можем прикупить. И сейчас мы, друзья, посмотрим на ценник этого объекта. Разумеется, 350 тысяч. Ну, скажем так, нормально. Для подобных карт, где не самые огромные поля, естественно, можно разгуляться. Можно и прикупить себе зерновую мельницу поработать. Вот, кстати говоря, о культурах. Здесь дополнительная культура рис, помимо стандартных. А продукция? Дополнительный рис, поддоны, фанера, ОСБ, рис, пасованный, колбаса, паштет, мясо, ангус, соус, брус. Пожалуйста, вот такие вот у нас, друзья, объекты. Плюс продукция, плюс песок. Идем дальше, друзья. Магазинов здесь в деревне несколько. Они вот в нескольких форматах. Сейчас мы один из них, опять же, еще заценим. Это вот типичный кооповский магазин товаров повседневного спроса. Вот, выполнено как надо. Вот таких магазинов, если не ошибаюсь, здесь 2 или 3 на карте. Мы немножечко посмотрим на них, прогулявшись. Вот так все колоритненько, конечно, выполнено. Все очень здорово смотрится. Ну, кто бы сомневался, когда речь идет о работе от Дэн Бена. Разумеется, там все на уровне. Что касается молокозаводика. Вот он такой компактный, небольшой. Ну и зачем, в общем-то, в этом краю, друзья, большой молокозавод. Главное, чтобы работал. И точки разгрузки у нас все открыты. Так что проблем не будет сработать. 250 тысяч стоит. Также уе недорого. Можно работать спокойненько, в удовольствие. Еще один, друзья, точка продажи. Магазин. Вот такой вот он продукты. ИП-шный магазин. Находится он территориально в деревне Первомайское. Там на въезде к селу есть такая табличка. Памятник Ленина, куда уж без него. Но Ленин это история такая. Вот она везде сопровождает карты Дэн Бена по большей части. Поэтому и здесь не обошлось без Ленина на этой карте. Ну и само собой, есть там, друзья, интересные другие моменты, которые, так скажем, связывают все работы Дэна так воедино. Есть, конечно, общие черты. В частности, друзья, одна из важных таких черт это остановочки. Вот они, например, на рассвете вот такие же остановки. Ну и, разумеется, с указателем, друзья, Бухалова. Карты, которые Дэн создал еще к ФСУ-13. Представьте только себе, сколько человек работает для нас и делает интересных работ. В общем, очень колоритное, конечно, местечко. Но, говорю, вот эти связующие моменты, как те же остановки, это прям добавляет. Но, правда, на рассвете там остановки были расписаны много чем. Но тут он почистил, сделал их такие аккуратненькие. Вот еще один, друзья, магазин. Точка продажи. Такой мы уже смотрели. Дальше у нас по селу, как видите, домишки, маленькие поля. Вот сейчас мы как раз-таки зайдем на эти поля огородного типа, посмотрим церковь у нас вдалеке. Очень удачная вещь. Вот мне всегда нравилось, когда на картах есть вот такие поля огородного типа. Когда можно вот по факту, что называется, на соседей так поработать. В удовольствие не вкалывать на огромных полях. Можно использовать маленький трактор маломощный. Маленький плуг не в промышленных масштабах вкалывать. И, конечно, такие моменты очень радуют. А это, друзья, точка, где один из местных жителей скупает навоз. Поэтому можно здесь его продавать. Так, детали, конечно же, как видите, очень-таки много колоритных. Церковь, опять же. И что очень нравится, идем вперед. Колодец, друзья. Типичный деревенский колодец. Просто шикарно выполненный. Вот такой вот с деревянным подъемничком. Все здорово выполнено. Прям на уровне, конечно. Конечно, кайфуешь, находясь в этой деревне. Если ты получаешь удовольствие. Идем дальше, друзья. Перемещаемся к перекупщику животных. Здесь у нас тоже несколько точек. Можно купить зверушек себе, естественно. Приобрести, разумеется, навоз жидкий, навоз твердый. Если не хотите заниматься животноводством, но хотите удобрить как следует поля, то вот можно здесь прикупить все самое необходимое. Ну и, само собой, давайте проверим, какой-нибудь триггер перекупщика, например. Ну да, он работает, но, понятное дело, у нас сейчас нет фермы, поэтому остается только посмотреть на то, что триггер рабочий. Все компактненько, колоритненько. Так что, друзья, продолжаем знакомиться с картой дальше. Перемещаемся у нас в городскую, так называемую, часть. Здесь у нас на объезде встречает такая точка продажи стройматериалов, где мы можем продавать расходники. Такая вот, друзья, эстакада есть. Все, конечно, очень здорово смотрится, правда. Действительно доставляет удовольствие, согласитесь. Ну, на работу Дэн Бэна действительно всегда приятно смотреть. И вот, опять же, общие черты, сходства, которые объединяют его карты, они, конечно, вот и являются его почерком. Когда карта один в один, но ты все равно видишь эти детали, которые отличают очень сильно автора, и ты не спутаешь эту карту ни с каким другим на, в общем-то, пространстве молододелов. Вот, друзья, собственно, мясокомбинат. Мясокомбинат тоже знакомая история для Дэн Бэна, в частности, на рассвете мясокомбинат. Но вот, видите, он тут совершенно в другом формате выполнен. И как бы сразу видно, что Дэн не копипастил свою же работу, а создал нечто новое для Абсолюта своей новой карты. Продолжаем, друзья, дальше гулять. Куда же без аренды поезда? Конечно, Дэн все-таки решился на этой карте построить небольшую часть железнодорожного полотна, поэтому можно будет продавать свою продукцию на поезде, что тоже очень важно. На том же, например, рассвете или, например, на Бухалово поезда не было. Здесь он постарался. Ну и вот еще тоже интересный момент. Заправочка, как видите, название Пуллойл. Дэн постарался, чтобы где-то там никто его не прихватил за какие-нибудь там авторские права за использование чужого бренда. Так что вот Куллойл теперь у нас есть на карте. Станция погрузки извести. Здесь также у нас находится вообще товарная станция через забор. Мы сейчас к ней подойдем. Ну и, само собой, пару точек продажи для всего на свете здесь тоже присутствует. Так, перескакиваем мы, друзья, через железочку на товарную станцию. От арт-транспортной компании, извиняюсь, друзья. Ну вот она, точка, где мы можем разгружаться. Так что, как вы понимаете, корнеплоды можно спокойненько продавать. Похож несколько объектов, скажем так, с рассветом в чем-то. Вот мы сейчас находимся, друзья, на сахарном заводе. Тоже очень интересный объект сделан со знанием дела. Как видите, вот такая ванная, куда загружается сахарная свекла, которая только-только привезена из поля и дальше. Она уже по транспортировочной леднии должна уже по ленте попадать на сам комбинат. Также можно объект прикупить и работать, друзья, со свеклой. Ну, в общем-то, друзья, остается нам только по-хорошему посмотреть на еще одну интересную точку. Видите, на карте называется она магнит. Но если мы сейчас посмотрим на этот магнит, то он не совсем магнит. Он магазин магний. Опять же, в духе Клойла, да, ну, вы понимаете. Но все равно в любом случае сделано колоритно. Магнит, например, который есть на Бухалово, он не повторил, так же, как и на рассвете. Это несколько уже другой объект. Конечно, Дэн постарался для нас. Ну, еще важная точка, друзья, это ЖД-станция, где можно толкать зерно тут и хранить его. Вот тут же здесь складки и помещения. Тут целых два огромнейших склада, друзья. Так что можно развернуться с хранением продукции прямо на широкую ногу. Есть где, что называется, зажилить свое, сховать до хороших цен. Так что такие вот, друзья, дела. Думается, многим карта зайдет, потому что она, во-первых, колоритная. Мы любим все такое вот в духе постсоветского реализма. Это раз. Ну, во-вторых, конечно же, когда речь идет о Дэн Бенне, то это всегда, конечно же, интересно. Потому что человек работает с вниманием к деталям. И что надо сказать, Дэн, наверное, важная карта в его работе в том плане, что, по крайней мере, Дэн говорил о том, что следующую карту, которую бы он хотел сделать в формате 4х4, друзья. То есть делать абсолютно огромную, большую карту. Поэтому, друзья, наслаждаемся, возможно, скажем так, крайней работой в формате 2х2 в стандартном размере. А дальше, глядишь, возможно, мы все-таки увидим от Дэна карту в формате 4х4. Но, как я сказал, по крайней мере, Дэн говорил об этом на одном из своих стримов, что он все-таки хочет попробовать что-то подобное. Потому что формата 2х2 не хватает для реализации всяких его идей. Так что ждем эту новую карту и наслаждаемся, друзья, картой Заря. Ну, а у меня на этом все. Ссылочка, авторское на скачивание этой карты в описании к этому видео. Так что обязательно качайте и пробуйте. Будьте здоровы, обязательно берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на канал Просто Симулятор, как в YouTube, так и в ВКонтакте. Пока-пока, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok